Организаторы, замечательная школа, за нуждами меня сюда пригласили, прочитать здесь лекцию. Значит, лекция объявлена как лазерная плазма, как источник ускоренных частиц и кратковолновых излучений. Поэтому, соответственно, поскольку я понимаю, у меня будет где-то 2 часа примерно, с керевым, да? Да. И вот первая часть, она посвящена будет ускорению плазмы и конкретно ускорению на кереваторной волне, возбуждающей, возбуждаемой лазерным импульсом. А в второй части мы поговорим про высоте гармонити, про волновые излучения из плазмы. Значит, первая часть, сначала я расскажу о том, кстати, вот этой вот части все. Да. А почему это интересно ускорять частицы лазерной плазмы? А в принципе плазменного ускорения, а модемирование плазменного ускорения. Дальше о различных режимах плазменного ускорения. Прежде всего, сначала это линейный режим ускорения и сильно не линейный режим, так называемый режим мусора, баловый режим. Прежде всего, о чем мы говорим? О каких лазерах ведет речь? В результате бурного развития лазерной технологии мы имеем сейчас, доступно для нас, чрезвычайно короткие лазерные импульсы. Длительностью порядка 10 до 100 кемтосекунд. 1 кемтосекунд от 10 минус 15 секунды. Интенсивность этих лазерных импульсов, то, что мы имеем сейчас, порядка 10 в 21 степени ваттной квадратной сантиметре. Ну, рекордная, заявлено как 10 в 22 сегодняшний день. Мощность таких лазерных импульсов, это несколько джоулей, 10 джоулей, скажем, 10 мтосекунд. Это 10 в 15 ватт. Мощность одной ядерной станции, это 1 гигаватт, значит, это, примерно, мощность миллиона ядерных станций. Ну, естественно, започень короткие прямые джоулей, то есть, она такая сконцентрированная мощность. Насколько сильное это лазерное поле, его можно сравнить, скажем, с естественным полем. Это поле на первой коробской орбите, в атоме водорода, и поле вот такого вот лазера, оно составляет порядка 300 атомных полей. То есть, поле много сильнее атомного поля. Лазерный период, который он составляет порядка 3 фемтосекунд, то есть, это длина волны 1 микрон до 700 нанометров, это порядка 10 периодов обращения на морское орбите. При таких полях, когда они там много больше атомных полей, любая материя мгновенно ионизуется полем и становится, превращается в пласт. И характерные энергии электронов, просто когда они колеблются по электромагнитной волне, порядка 10 мегаэлектронов в вольт. То есть, мы имеем дело с реликтивистской платой. Все электроны, которые попадают в фокус такого лазерного пучка, они становятся реликтивистами, сильные электроны, гамма, но больше реликтивист. Теперь поговорим о существующих, или существовавших, например, как СЛАК, ускорителе. Ускорители. Это огромные машины с размерами от нескольких километров, как это делалось со СЛАКом, например, до десятков километров, как это в Большом Атронном коллайдере. То есть, это огромные-огромные машины. И вопрос, почему ускорители такие огромные, ответ очень простой. Ускоряющее поле, которое нам доступно, оно ограничено по силе, ну, до нескольких десятков мегавольт на метр. Если же мы возьмем лазерное поле, для интенсивности 10-21 ватт на квадратный сантиметр, то поле огромное, которое мы имеем. Мы имеем поле порядка 100 теравольт на метр, или 1 теравольт на сантиметр. То есть, если бы можно было использовать это поле напрямую, теравольтный ускоритель имел бы не размер 30 километров, как это должен быть интернешнлона линия коллайда, а всего лишь 1 сантиметр. Какой потенциал имеют эти лазерные пучки? В принципе. К сожалению, проблема в том, что лазерное поле, оно не продольное, а быстрее, оно быстро колеблющееся, поэтому лазер движет в одну сторону, а частица ускоряется в другую сторону, поперем. То есть, использовать их напрямую очень сложно. Но если бы можно было как-то запрячь вот такое вот огромное лазерное поле успешно, то мы бы имели намного более компактные ускорители. Поскольку поле лазеропоперечное, его надо преобразовать, его надо детектировать из переменного постоянного, или какое-то продольное поле, и это может быть поле плазменной волны, плазменное поле. Когда мы начинаем говорить про плазму, нам нужно осветить какие основные параметры для плазмы. Основной параметры это плазмная частота. Плазмная частота, она определяется, квадрат плазмной частоты определяется плотностью электронной, она пропорциональна массе. Масса должна быть релективистской, то есть массу нужна на гамма-фактор, если мы говорим о релективистской плазме. А если плазмная волна создается лазерным импульсом, у нее есть волновое число, КП, которая есть плазмная частота, определенная на скорость света. Вот характерная длина, обратная длина плазмы. Соответственно, длина есть, длина плазмной волны 2 пи поделить на волновое число. И волновая, длина волны плазмы составляет 1 микрон для плотности 10-21 на кубический сантиметр. Вот это число 10-21 является критической плотностью также для лазера с длиной волны 1 микрон. То есть, если плотность меньше этой, плазмный импульс распространяется по плазмам, плазма прозрачна. Если выше, плазмный импульс отражается. Критическая плазма. Значит, если плазма релективистская, отклик плазмы сильно не линейный, поскольку, как я сказал, плазмная частота начинает зависеть от среднего гамма-фактора. То есть, за счет релективизма электром становится тяжелее, и плазмная частота эффективная, вот, поле, может быть, из гамма, она понижается. Поэтому, если лазерный импульс сильный, релективистский, если он заставляет двигаться электромы с ультеррелективистскими энергиями, плазма, которая была непрозрачной, в линейном случае становится прозрачной для такого релективистского. За счет вынижения эффективной плазмной частоты. А это дисперсионное соотношение, да? Для плазмы частота ровная, полновое число. Не работает. О, работает. Отлично. Вот этот вот эффект, то, что показатель преломления начинает зависеть от интенсивности электромагнитной волны, это основа, в общем, основа гелидии оптики плазмы. То есть, когда мы имеем дело с релективистским лазмом, получаем распространяющимся по плазме, если мы посмотрим на поперечное распределение показателя преломления, то есть это фактически не показатель преломления, а квадрата плазмной частоты, он будет иметь минимум на оси лазерного импульса, там, где интенсивность максимальная. поскольку показатель преломления есть единица минус плазмная, плазмная частота квадрата и корень из этого, то на самом деле мы имеем как бы волновон, то есть в центре показатель преломления выше, лазерный импульс может самофокусироваться, дана вот этот принцип самофокусировки реактивистского лазерного куча куча плазмы. Кроме того, когда лазерный импульс фокусируется в плазме, он гонит реактивистские электроны вперед, он ускоряет вперед просто, можно сказать, грубо-световым давлением, они гонятся вперед, и в канале образуется ток, продольный ток электронов, и канал оборужается еще магнитным полем, то есть самофокусировка реактивистского плазмы это довольно сложный нелинейный эффект замагничивания плазмы. Мы видим, что физика чрезвычайно сложная, нелинейная, и аналитическое описание ее в реактивистском пределе, когда эффект вам сильный аналитический, чрезвычайно сложный. Существует очень хорошая теория возмущения, когда амплитуда много меньше единицы, когда у нас плазма слабая реликтивистская, но как только плазма становится сильной реликтивистской, аналитические методы трудно применимы. То есть можно качественно что-то описывать, полной теории на сегодняшний день не существует. Поэтому в основном люди перебегают к численному моделированию такого сильного нелинейного взаимодействия. И основные численные методы это метод частиц ячейки. То есть у нас область моделирования разбивается в мучейте, где мы решаем на сетке, на пространстве сетки мы решаем уравнение Максова, полного родения Максова. И у нас есть частицы, численные макро-частицы, каждая макро-частица соответствует многим-многим реальным электронам или ионам. Тысячи, сотни тысяч реальных электронов замещает одна макро-частица, и мы решаем уравнение движения частиц. Частицы создают токи, и токи являются источниками для уравнения Максова. Получается такой замкнутый цикл, который решается. Поскольку решаем полную систему уравнения Максова, здесь присутствует скорость света, цель, сигнал распространяется с максимальной скоростью скорости света. То есть за один шаг по времени у нас коммуницируют только ближайшие частицы, соседние, ближайшие ничейки, сетки. И это позволяет чрезвычайно эффективно реализировать эту задачу, то есть решать эту задачу параллельно. Вся область макро-частица разбивается на под-области, каждую под-область мы присваиваем к одному процессору и код чрезвычайно хорошо скарируется до сколько у вас есть процессоров, сколько он будет эффективно использовать. Мы сегодня протестировали тысячи процессоров суперкомпьютеров. Вот один из примеров в самом первом реверии трехмерного лазерно-плазменного взаимодействия. Это наша публикация 1996 года. Здесь показан лазерный импульс. Здесь его эффективный радиус в начале он был вот таким он входит в плазму он филаментируется в конце концов эти филаменты сливаются в один суперканал с увеличением интенсивности окраска соответствует интенсивности в ценности канала. в ценности Несколькими годами позже этот эффект наблюдался в эксперименте Макс вкладке института мантовой оптики в гармонии лазер 10 тераватт поломощность с максимальной интенсивностью 10-19 на несколько на 10-19 ватт на квадратный сантиметр он проходил через газовую ячейку здесь есть сабло который вылетает со сверхсвязковой скоростью газ и наблюдался такой замечательный канал самый сфокусированный который намного длиннее чем релеевская вина фокусировки этого лазерного пучка то есть импульс действительно сам канонировался там и мерил что вылетает из этого канала из канала вылетали элективистые электроны и тогда еще в прошлом тысячелетии было принято иметь вот такое тепло квазитепловое распределение электронов вольскманское распределение которое у него температура было и с отрезанием то есть им была максимальная энергия вопрос остается что конкретно ускоряло эти электроны можно придумать несколько механизмов во-первых можно взять просто посчитать как электрон движется в плоской электромагнитной волне и вот если мы посмотрим на силу городца есть две компоненты две составляющие по-третью это электрическое волне которое составляет электрон колебаться поперек волны а в этой есть еще магнитная сила которая на самом деле толкает электрон вперед если посчитать какая у меня скорость и как направлено водной корень то это всего направлено вперед то есть она проразует поперечное движение поступат как вперед а вот если взять гауссовский лазерный импульс вот такая будет траектория движения электронная лазерный импульс здесь его настиг электрон покоился потом он начал проливаться и скоряться вперед потом лазер пробежал плоская электрон остался в покое он изменился вот поперечный размер этой траектории скалируется как амплитуда лазерного кожи а апратория как а в квадрате где а это нормированный вектор потенциал то есть вектор потенциал лазера нормируется на mc в квадрате когда а может больше единицы мы имеем сериалитийское движение и вот эта кормушка она вытягивается сильно в продольном направлении кроме того оказывается что если у нас есть ионный канал то есть есть поперечные поля то лазерное поле может оказаться в резонансе с таким электроном то есть у электронов является поперечная собственная частота в этом канале пойман в этом канале есть поперечная частота и если электрон движется вперед с электрzag скоростью это маленькая собственная частота оказывается быть в резонансе с высокочастотным лазером практически полем то это типичный резонанс лазера на свободных электронах точнее обратного лазера на свободных электронах в данном случае энергия электромагнитной волны преобразуется в энергию частицы то есть это обратный лазер на свободной и другой Второй механизм это создание радуольного поля в этом канале, это поле интеграторной волны, плазменный импульс, толкает электроны вперед, фоновые электроны, и затем эти электроны начинают колебаться и создают вот такую плазменную волну, вот так она выглядит, нелинейная плазменная волна, у нее есть своя пазовая скорость, которая определяется групповой скоростью лазерного импульса, как он бежит. То есть близка к скорости света, если мы имеем рентгенский электрон в ускоряющей фазе, например, вот здесь вот в отрицательном поле, он может бежать в этой фазе синхронно с плазменной волной и набирать иммерку. Вот так это выглядит в чистом моделировании, здесь у нас схематически показывает плазерный импульс, короткий, он короче плазменной волны, но амплитуда не очень большая, электрическая, но не очень большая. И поскольку импульс сфокусирован, он создает плазменную волну, которая имеет двумерную или трехмерную структуру, у нее фронты изогнуты. Одномерная фаза, одномерная плазменная волна неремейная отлично известна, в отличие от Херезера Полоиден ее, замечательная в 70-х годах, а описание трехмерного, трехмерная плазменная волна, особенно неремейная, вообще говоря, затруднено. Предложили ускорение на телеваторной плазменной волне Таджима и Доусен в 79-м году. То есть вот они сказали, что у нас есть короткий лазерный импульс, он возбуждает плазменную волну, которая бежит с фазовой скоростью низкой скорости света, и мы можем ускорять электрон. Максимальный набор энергии в плазменной волне, он определяется амплитудой, естественно, плазменной волны, максимальным полем, и умножается еще на длину, как долго сохраняется фазовый синхронизм между электроном и плазменной волной. Дело в том, что лазерный импульс, он бежит чуть-чуть медленнее в скорости света плазмы за счет показателя преломления плазмы, а электрон, он сильно репетивистский, и электрон постепенно обгоняет лазерный импульс и выходит из области из фазы ускоряющей в фазу замедляющей. А вот это называется диффузировкой, и длина, на которой это происходит, это длина диффузировки, которая ограничивает максимальный набор энергии. Это вот диффузировка, которая определяется гамма-фактором фазовой скорости плазменной волны в квадрате и длиной плазменной волны. Таким образом, везде есть и свои ограничения. У обычных радиочастотных ускорителей мы имеем ограничение по полю, которое составляет несколько десятков мегавольт на метр. Максимальный полю может быть 100 мегавольт на метр, но всегда есть промежутки, где поля нет, поэтому среднее поле всегда несколько десятков мегавольт на метр. В плазме есть так называемое тоже максимальное поле, которое плазменная волна поддерживает. Оно определяется так называемым willy-pray field, полемогрушением опрокидывания волны. Вот что это такое, как можно сломать плазменную волну? Что происходит в плазме с плазмой, когда она ломается? Механизм, в принципе, очень похож на обрушение гидродинамической волны. Японский замечательный, японская картинка, там вот зияма, а здесь у нас опрокидывается волна. Вот что-то похожее происходит в плазменной волне, когда амплитуда превышает генди предел, который дается в это выражение. Электроны, которые делают эту плазменную волну, часть из них начинают двигаться быстрее, чем сама плазменная волна, и захватываются. Они пересекают сепарателизм. Вот это вот максимальное поле. Оно получено в одномерной модели. И оно было достаточно большое, это поле. Оказывается, что в умере или в трехмере, там многомерная задача есть, поперечный масштаб. А внушение происходит еще раньше, за счет того, что у волны есть искривление фронта, и частицы движутся поперек, и где-то, поперек этого фронта, да, припекулярно к нему, и где-то начинают в траектории пересекаться, вот как показано на этой схематической картинке. И это тоже приводит к опрокидыванию волны, то есть волна запутывается, она теряет кондерентность, и амплитуда ее падает. Это так называемое двумерное или подперечное нарушение волны 1997 года. Вот так это выглядит в численном моделировании, да, вот у нас есть лазерный импульс, толкает электроны вперед, затем, то есть возникает за импульсом некое разрешение плотности, затем эти электроны возвращаются, возникает максимум плотности, и пишет такая вот волна, цвет соответствует энергии электронов. Продольный импульс электронов, да, синий этап лицаря, то есть в области разрешения плотности движется назад, здесь они зелененькие где-то, движутся вперед, и потом часть из этих электронов, там где волна опротивна, то есть могут быть захвачены волной и ускоряются, вот они становятся здесь более красными, то есть они набирают энергию. И вот этот лазерный импульс у нас бежит. А вот здесь вот захватываются электроны, их все больше и больше становится, и плазма кончилась, они вылетели. Вот это вот ускоренные наши электроны, и вот здесь вот окончательный спектр. Здесь мы поусворили порядка примерно 50 мм. Вот так плазменная волна выглядит в эксперименте, здесь ее, так сказать, сфотографировали, сделали на самом деле галакрам, а у трехменной галакрам, но это просто из публикации. В Техасе и Вичигане, это совместная работа за лазерным импульсом, который создают плазменную волну, подавляясь в другой сигнале лазерный импульс, который детектирующийся на лазерный импульс, который, так сказать, по смещению его фазы, можно было определить, какая у нас плотность, и меняют задержку, мы, например, посоренируем всю эту плазменную волну, вот она замечательная такая, периодическая плазменная волна, ее можно видеть, то есть. Вот это более-менее линейная плазменная волна, если мы посмотрим на спектр, который получается, вот это более-менее линейная плазменная волна, он такой либо плоский, либо даже полутепловой, очень широкий плазменный спектр. И долгое время, до начала почти этого тысячелетия, считалось, что плоская волна ограничена этим полем, обрушить надо работать в линейном режиме, пытаться чему-то сделать. И вот оказалось, что мы были как-то первыми, кто смотрел, что будет сильно не медельно, когда интенсивность лазерного поля такая большая, что плазменная волна полностью опротивляется, ее генеральная структура разрушается, она перестает быть периодической, и мы назвали этот режим режимом пузыря. Значит, это было в 2002 году, который бывает в физиксе порядка. Физика очень простая, у нас есть лазерный импульс, сильный линейский, его амплитуды, линейский, но он больше единицы, то есть там десятка. В данном случае мы взяли 13 джоулей и 30 кмс. И вот за счет того, что мы взяли такой фантастический лазер по тем временам, нам не расширили это опубликовать ни в Nature, ни в Физиксе, ни в Филе Флетовсе, и, наверное, это сумасшедший лазер, такого никогда не будет. Сегодня это нормальный лазер, да, такой у многих есть. А физика такая, что вот есть у нас лазерный импульс, большой амплитуды, сфокусированный до обратной радиуса порядка, он комплентный плазменного одного числа, его пандраматомная сила, световое давление, можно сказать, настолько сильная, что он сдвигает все электроны плазмы, не оставляет ничего за собой, разбрасывает их в сторону, и образуется такая каверна, в балл. В ней нет электронов, она свободна от электронов, но там сидят, естественно, ионы, тяжелые ионы. Они остаются, у них есть положительный заряд, и они затягивают эти электроны назад. Амплитуда волны немного больше ампрокидывания волны, то есть волна полностью опрокинута, поэтому мы не видим никакой периодической структуры за баллом, в конце балла. Но есть вот такой замечательный стеблек, который вырастает из хвоста балла, и здесь присутствуют электроны, вот они тоже покрашены, соответственно, их энергией, и в центре этого стебелька появляются электроны, которые имеют более-менее одну и ту же энергию. И вот если мы посмотрим на спектр, это было первое вылечение, где мы видели ярко выраженный такой квази-моноэнергетический спектр, который был устойчив, он как-то там эволюционировал, и энергия была порядка 400, от 200 до 400 метров этого пика с гектарами, который был в интернер. И буквально два года спустя три команды, независимо только от друга, наблюдали моноэнергетический пучки, назвали это RING B, данный Windows Nation. Вот как это выглядит, да, то есть у нас тут есть вот такой моноэнергетический пучок электронов, ну, то есть что у нас там есть, как они диагностируются, электроны. Есть ось, оттуда вылетает классический импульс, прилагается магнитное поле, и просто частицы отклоняются, да. Те, которые имеют высокую энергию, они ближе к оси-влазь к альтической рассеи, те, которые низкую энергию, они куда-то туда рассеиваются. Вот мы видим, что замечательный такой моноэнергетический пучок частиц в альтернации, и энергия, как это с оси-влазь и нести метод туда цели. Эксперимент был сравнен с нашим моделированием. Вот это вот красное моделирование, сильный эксперимент, видно, что они довольно хорошо совпадают. Так, вот еще раз это интернет-модельная картинка с таким замечательным пучоком. Попробовал. Зачем нужны ускоренные лазерные электроны? На сегодняшний день мы не ускоряем, сколько до 200 НЭФ. Стабильно. Наимучший результат показан в Бетли. Это 1 гига электрон, электрон-вольт электронов, электронов черно-энергетический, нервно-энергетический, там с гвоздиком, получается уже до 1,5 ГЕВА. Вопрос, каково применение этих пустиц. Сами по себе они могут иметь применение, но непосредственно, да, но лучше их использовать как источник света. Вот источники света яркие, лучше регистренные, коротковолковые, они нужны многим. нам хоть поименим на сегодняшний день на сегодняшний день большой проект XFL в Гамбурге, где фактически ускоритель трех километровых сегодняшний день посвящается исключительно тому, что мы ускоряем электроны, чтобы из них получить рентген генерантный с помощью лазера, рентгеновского лазера на свободных электронах. То же самое в Стэнфорде, да, стэнфордский ускоритель предел ВСС, она тоже источник света, тоже лазит на свободных электронах, рентгеновских, и там энергии электронов порядка нескольких гэмов, но их надо ускорять там на километровых минах, и потом эти электронные пучки пускаются через ундулятор, который тоже имеет сотни метров в длину электроны и образует их энергию в излучение, в рентгеновское излучение. Вот одно из приложений для наших лазеров это наскольные такие рентгеновские лазеры, то есть вместо километров для ускорения электронных до гэрдопиннелей мы имеем всего лишь настольную установку, условно настольную, несколько столов занимаем дальше, лазер, плюс всего лишь там сантиметр взаимодействия с плазмой, откуда вылетают гэрдопинненные электроны, и поскольку плотность этих электронных пучков заметно выше, плотность, количество электронов заметно больше, чем в одном пучке обычного ускорителя можно сократить в том числе и длину кундулятора. Вот. То есть мы имеем проект table.xml настольный элементский лазер, то есть порядка длина взаимодействия с плазмой на 4 сантиметра, и длина кундулятор 4 метра, то есть вот в такую комнату может вместиться в принципе будущий рентгеновский лазер. Проекты существуют профинансированные в стрэнклайне в Англии, в Берпли, в Америке в Миммонс работает на третьем ну и косвенно профинансированные в Гархинде в МПК и Луава Франции. То есть у нас есть в принципе уже гигавольтные электроны, они были пропущены через кундулятор, но на сегодняшний день мы не видим конечно генерации, мы видим только кундуляторное излучение. В чем причина? Дело в том, что для того, чтобы лазер загенерил, нужно очень хорошее качество этих электронов. Если мы посмотрим, как работает лазер на свободных электронах, будет видно, что пучок должен быть не квазимоноэнергетический, а точно моноэнергетический, то есть его разброс был меньше, там, 10-3 относительно разброса. И это определяется просто размером панораматорной корсинки, которая там возникает. если температура пучка выше, пучок размазывается, размазывается сертик панораматорной корсинки, и генерация становится намного более слабой. Не вообще. То есть необходимо поднять качество пучков, чтобы уменьшить расспрос по энергии в основном, и над этим вот эти люди как раз сейчас и работают. Применение для рентгена из них огромное, особенно если это китриентный, то есть если у вас есть китриентный и фентосекундный источник рентгена, вы можете просто взять сфотографировать сложную молекулу, например, молекулу спида, или молекулу фармакологическую какую-нибудь, или биологическую молекулу, вы можете посмотреть, как молекулы взаимодействуют между собой, сделать, ну и как происходит химическая реакция очень сложных молекул, что чрезвычайно важны, это материал сайенсы и медицина. Вот в медицине есть такой принцип как называемый дифракшн и имиджи. Я вам знаю, что рентгеном мы видим напрямую только кости. больше ничем нет. Сложный счет еще. Потому что просто все остальное непрозрачное рентгеном. В смысле только кость непрозрачное рентгеном. Все остальное рентген проходит. Но оказывается, оно, конечно, проходит, но у любого вещества есть показатели проломления для рентгеновских лучей. Поэтому ничем немножко отклоняются. Чуть-чуть отклоняются. И вот это отклонение можно задетектировать. То есть не прозрачность вещества, а отклонение ничем рентгеновских лучей. И это называется diffraction enhanced image. То есть мы еще посылаем на кристаллический анализатор, где они дефранируют. Так что угол еще усиливается. И результат просто фантастический. вот так вот можно выглядеть. Вот эта структура, которую мы видим с помощью diffraction enhanced imaging. Вот это гистология под микроскопом. Мы видим, что они очень похожи, просто как под микроскопом вы видите. Вы просвечиваете сразу большой кусок. А вот это то, что с помощью компьютера томографа можно видеть. То есть вот тоже коленка освечена, магнитный резонанс, вот это компьютерный томограф, а вот это diffraction enhanced imaging. То есть здесь видно вообще все. На всех остальных картинках скажем вот этого износа хряща вы не увидите. Оно тут все замазано, а вот diffraction enhanced imaging вы сразу увидите. храму человеку скоро нужна будет искусственная коленка, если он что-то не сделает. Отличное такое приложение для нервовских источников. Но нужны для нервовских источников чрезвычайно яркие, ценетия порядка 50 килограмм. На сведешний мир это делается в огромных синхотронах. Синхотронах получения делятся. Понятно, что это огромные установки. Если ему удалось то же самое сделать компактно, это было бы более интересно. Теория пузыря. А как я сказал, это сильно не вне режим лидийской физикоплазмы, поэтому аналитическая теория до сих пор не разбита точно. Есть киноминологическая теория, есть теория подобия, которая позволяет, значит, киноминологическая теория позволяет описать поля внутри пузыря, примерно, как они себя ведут, а теория подобия рассказывает, как она масштабирует такие лидии. Ну вот, поля внутри бабла, а вот здесь продольное поле, значит, отрицательно оно ускоряет электроны, красное положение оно замедляет электроны, здесь тут речные поля, электрические и магнитные они действуют так, что они фокусируют пучок, это очень важно, то есть у нас пучок не разбрасывается, который мы скаляем, он фокусируется, держится вместе. Вот здесь вот в траектории показаны частиц, видно, что когда у нас мимпрос проходит, вот здесь где-то голове находят, находится, какие-то электроны красные красные попросту, какие-то остаются невозмущенными, а часть захватывается в красной траектории. на самом деле еще и светит синхротронное излучение неоподелевно. Можно спросить, вот эксперимент считается достаточно бледная процедура, да, обычная будет быть, а вот это сверх поколение, сверх морщик, вот за счет того, что на самом деле количество фотонов оно много меньше, чем у обычного рентгена, да, они направлены, они через них, у них яркость огромная, обычно они отсветят в оси сторону, а вот эти вот, они направлены, и поэтому доза, она где-то на порядок меньше, чем у обычного они делают, более щадящие, щадящие, значит поляк оказывается имеют достаточно простую форму внутри пузыря, они просто линейны по координатам, вот форма D-продольма, X, это направление распространения, мы здесь выбрали Y, Z, это будет речь, направление, да, и сравнивается аналитический, технологический, теория, вот, с тем, что мы видим в численном моделировании. Процесс захвата чрезвычайно интересно описать, как рентгена захватывается в такой пузырь. Ну, из геометрических соображений понятно, что у пузыря есть какое-то сечение захвата, на рентгенах, которое определяется просто размером, площадью и толпу до трехоперечных сечений, это не коэффициент, альфа. Вот, ну, этот коэффициент можно оценить и с численного моделирования, которое оказывается где-то порядка трехпроцентов, те, которые, на самом деле, сидят на внешней границе, например, вот они захватываются, порядка трехпроцентов. Так, вот это, ну, то, что было, это феноменологическая теория, теория подобия. Вот, некая теория, которая более-менее выводится из генетического уравнения, это теория подобия. Оказывается, если мы возьмем систему уравнения Максвелла и генетическое уравнение, у нас частицы сильно реликтивистские, то есть мы предполагаем, что все частицы, которые участвуют в его взаимодействии, движутся со скоростью света. А то есть они сильно-сильно реликтивистские. Вот в этом случае появляется новая симметрия у этих уравнений, которая описывается параметром S. Это параметром подобия, который есть не что иное, как плотность плазмы, на критическую плотность, то есть информация о лазере входит через критическую плотность, это его частота, да, лазера там куда-то входит, и амплитуду лазера А. Да, вот параметром подобия говорит, что если мы меняем одновременно плотность и амплитуду лазера так, что параметром S остается тем самым, то вся диаметрия взаимодействия сохраняется, да, а импульсы частицы скалируются с амплитудой, то есть стрельнули один раз лазером с амплитудой А, получилось какое-то взаимодействие. Затем увеличили, скажем, амплитуду есть раз, и плотность амплитуды есть раз, и у нас получится точно та же диаметрическая структура, только все частицы будут импульсом с импульсом, который в 10 раз выше. Вот это вот предговоры в 2005 году, сертификат гема, придумывал этот вариант. Да, то есть вот я это и говорю, импульс есть амплитуду, он может для некой универсальной функции, которая является функцией от параметров лазера, проектов, как радуус, там, при длительности функции от параметра S. И параметр S имеет, играет роль, релективистки скорректированной плазмной плотности, то есть когда S много больше единицы, у нас есть зоокритическая плазма, когда S много меньше единицы, у нас релективистки просадочная плазма. Да, то есть получается, что если мы взяли, зафиксировали параметр S, знаем, получили, научились получать какой-то один балл для определенных A0 и N0, то мы можем зафиксировать S, менять амплитуду и плотность, и пузырь будет воспроизводиться. Такое, естественно, возможно, это говорит нам теория патологии, такое, естественно, возможно, только если пузырь структурно устойчив. Если бы он был и не был структурно устойчив, ничего бы там не сканировалось. Это долгое время, кстати, было аргументом в теории этого года, что мы там увидели какой-то балл, это какой-то частный случай, почему он должен вообще появляться, когда он с собой пропадет, если бы чего-то где-то подвернет. Здесь результаты численного моделирования четыре разных пузыря, которые очень внешне похожи при пузыре. Электронную плотность здесь показывает при разных амплитудах. То есть каждый раз амплитуда увеличилась в два раза от 200 до 80, и плотность в два раза увеличилась. И отличить эти картинки невозможно, если мы берем шкалы по плотности и полностью. А вопрос у вас? Да. А параметры подобия такие единственные, то есть в случае может быть 5 или 10? Ну пока мы... То есть подобие это некая симметрия, мультипликативная группа, которые имеют вот эти вот наши уравнения. Пока мы нашли одну группу, может быть, вы найдете больше. Мы их не видим. Я могу сказать так, что вот в прошлом тысячелетии нормально было измерять электроны с статином, квазитепловым спектром. Сегодня вы ничего не публикуете, если у вас не будет монолитететнического спектра, и они все увлечения помогают. Они у меня все при этом понятны. Так что режим очень устойчивый, и хорошо наблюдаются. Так, вот в спектре, соответственно, тоже и энергия транспортируется пропорционально амблитуте. Теория подобия оказалась полезной в том смысле, что она дает оценку для 3D электромирования в том, что какие нам нужны параметры лазера и плазмы, чтобы паблук получился. Ну и оказывается, что есть некое окно плотностей при заданной мощности, P – это мощность лазера, то есть эту мощность отскалировать на стандартную гигиевскую мощность, которая есть больше с половиной гигаватт, а здесь TAU – это длительность импульса, 0-0 TAU – это количество периодов, умноженное на 2P внутри лазерного импульса. Вот есть такой вот окно плотностей, где паблук может существовать, и оно открывается, только если мощность там больше какого-то отдельного значения, которое определяется длительностью гигаватт. Ясно, что если у вас импульс длинный, то сумасшедший мощность, то есть импульс короткий, маленький коррект, и в разрывных мощностях можно открыть это окно. Вот эта реактивическая мощность, вот так вот выражается через гигаватт. И реактивистская мощность, она составляется из естественных константов, то есть масса электронов, квадратная скорость, это скеллинг, поделить на заряд электронов в квадрате, если вы не составите, вы получите мощность, которая есть 8,5 гигаватт. Это естественная мощность. Исходя из этого, можно составить разные скеллинги для равновесного радиуса, пока у нас видно 20 гигаватт. Естественно, с точностью до коэффициента, зависит от того, как вы определяете радиус, за full-width, half-maximum, или это у вас RMS, радиус, там, соответственно, разные эффектиенты появятся, примерно так отраскулируются. Электронная энергия, как корень из мощности, и по национальной длительности, число захваченных электронов, где сюда ходит еще классический радиус электронов, и длина, как долго надо бежать по плазме, чтобы ускорить электроны, длина ускорения. Да, вот интересно, что если мы возьмем энергию нашего лазерного ручка и энергию ускоренных электронов, то есть их максимальную энергию и умножим на число захваченных электронов, то есть это мы получим КПД нашего ускорителя. Да, вот это КПД, оно достаточно приличное, порядка 20%, то есть 10-20% мы можем перекачать из лазера от ускоренной кучевой электронов, то есть такой эффективный достаточно. Так, ну и я закончу первую часть. То есть я хотел сказать, что эльваторная волна лазерной плазмы уже ускоряет электроны с достаточно маленьким разбросок БМВ. Вопрос, конечно, как увеличить энергию. Один из вариантов это сделать несколько стадий, то есть из одного балла взять электроны с какой-нибудь другой этаж, и основная проблема это как улучшить качество ручка. То есть мы и работаем. Так, давайте закончим. А если помощнее лазерного у нас значит, энергия частиц калируется как энергия лазерного импульса степень 2-3. Совсем не менее как агалитватив скажите, можно но здесь 2-6. Энергия 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 что можно посчитать? что получится? Я не хочу сказать что это оптимальный вариант, то есть можно в принципе взять самый подход к вам, то есть когда он выложил порядка единицы там чуть-чуть раза в два больше скорей можно еще когда не совсем прилипе а потом второй вопрос ну допустим увеличение энергии соответственно энергии больше тем больше излучать мощную атомию соответственно процедуру как правильно это поэтому нельзя работать очень амплитуда не может быть сильнее более амплитуда тем конечно у нас больше нет ускорения но когда он начинает излучать потеря излучения все-таки превосходят достижение но расчеты показывают что когда амплитуда она умеренная амплитуда можно продвинуться во-первых это интересно как далеко можно продвинуться во-вторых это очень интересно как вот это торможение излучения влияет на спектр а вот это очень много интересных задач которые здесь пока еще не до конца решены и все-таки не совсем понял на эксперименте наблюдается этот скейлинг просто вы показали скейлинг из кинетического уравнения и численно вы решаете то же самое кинетическое уравнение поэтому не удивительно что численно получается этот скейлинг наблюдать а на эксперименте этот скейлинг наблюдается только предложение но тот же не точно есть несколько публикаций где говорится что наблюдали замечательный скейлинг дело в том что мы надеемся что этого проекта будет достаточен для того чтобы проверить успехи вakers те Дело в том, что все современные лазерные импульсы, они либо на грани вот этого вот открывания окна, либо, ну, буквально, в коэффициент 2-3 больше. То есть говорить о том, что скейлинг проверен, экспериментальный или не проверен, чрезвычайно рано на сегодняшний день. То есть видеть примерно вот эту вот энергию, а вот как он оскалируется с интенсивностью, это все-таки надо более мощный лазер, в котором можно контролированно менять энергию, что, кстати, очень тоже сложно в эксперименте, вот просто померить, сколько энергии у вас в фокальном пятне, это чрезвычайно сложно. То есть у вас есть какая-то, какой-то пучок лазерный, а вы меряете, сколько у вас попало там фокальное пятно, а сколько неизвестно куда улетело, вот, это тоже очень сложно. Так что экспериментальный пока еще, я бы сказал, что-то ранее про это было. Можно такой вопрос? Ну, уже сказали, да, что есть какие-то естественные ограничения достижения, ускорения, да, за счет звучания процесса. Вот все-таки можно подробнее сказать? Пять учительный сюжет при симуляришении нелинейный квантовый процесс, потому что, ну там же в этих электронах, у них в системе покоя уже, ну там, махояток там у вас будет меньше финкерского значения. А я так понимаю, что решается именно обычное уравнение Максвелла? То есть, просто как у Влада уже написано, у нас есть микричное движение, да, считается, что он движется более-менее по окружности, в течение нашего одного шага по времени численного, да, это число фотонов, которые, вот простой формулы, который подробно, да, сколько он их излучил, и критическая частота, с какой характерной частотой он их излучил. Соответственно, у нас есть импульс, и вот этот вот импульс просто отрасывает электрон назад, просто вот, например, есть какой-то вектор, вот этот вот движение, вот этот вот обратно этому электрону, есть реакция излучения, вот это вот. Но это же и окраина в линейном приближении, а если там уже нелинейный режим будет работать. Если у нас уже нелинейный режим будет работать, то всё более сложно, да, но пока вот полей близких к Швингеровскому мы не решаем, да. Вот это, я думаю, Павел Борисович там будет рассказывать, сколько чего у нас там рождается. Мы пока пройдем. Ну, что значит там порядка 2? То есть Швингеровское поле это порядка интенсивной 10 в 30-й. То есть это у нас амплитуда миллион. Амплитуда миллион. Мы говорим прям в 2-100. То есть у нас 4 порядка интенсивной. То есть мы пока до этого недалеко. Но вот эта интенсивность 10-23, вы показывали самую большую цифру в 11-й. Это лабораторная система, правильно? Дело в том, что, да, дело в том, что мы не сталкиваем учет электронов, когда свадебный курс. Мы его догоняем, правильно? То есть у нас еще и понижается. Ну что, давайте прерывем? Да, давайте. В следующую очередь. В следующую очередь. Продолжение следует... Да, вот мы говорили про бабу, то есть здесь у нас есть ускоренные электроны, которые движутся в ионном канале, они сфокусированы, то есть они захвачены поперечными полями, они колеблются, они завершают эти метатронные колебания, и эти метатронные колебания приводят к излучению. То есть если мы возьмем вот этот импульс 10 джоулями энергии, вот его такой характерный спектр более-менее, он имеет какой-то там максимум на нескольких сотня мегалектронов вольт, да, и электроны не излучают. Вот здесь мы посчитаем спектр излучения, считается, входит, просто суммируются фотоны негалерентно от всех электронов. Вот получается такой вот спектр замечательных излучений с собой порядка 10к, и в одном проценте спектра в районе 10к у нас около 10 в 9 до 10 в 10 фотонов излучается. Такой вот замечательный тоже источник. Эти фотоны наблюдаются в эксперименте замечательно и используют для просвечивания чего-нибудь. Поскольку это источник чрезвычайно короткий, то есть хемтосекундный, можно исследовать хемтосекундные процессы, например, не тепловое плавление, ударное какое-то плавление материала, еще что-нибудь, ну вот есть такой вот замечательный источник. Но он не педерельный. Да, то есть не педерельное излучение говорит о том, что у нас число фотонов излученных, ну просто пропорционально числу электронов, числу лампочек. Ну сколько лампочек есть, добавил еще одну лампочку в два раза больше светит. Вот это сильно отличается от педерельного излучения. Если каждый электрон излучает педерельно, то есть если они все светят в фазе, в районной фазе, то число фотонов, которое мы можем получить, оно пропорционально числу электронов в квадрате. Да, понятно, что если у нас число электронов заплачено нано-блок, то есть если у нас как-то 10-10 электронов, то эффициент число электронов заплачено 10-10. Идерельное излучение может быть намного более ярким по сравнению с ней. Да, для того, чтобы излучение стало педерельным, надо как-то электроны сгунчеровать. На длине волны и влучения. Да, то есть если у нас есть какой-то рентген, то на рентгеновской длине волны, соответственно. Один из вариантов это был лазер на свободных электронах. Другой вариант, как получить какую-то гуделенность, это иметь резкую границу плазмы. Вот у нас есть, скажем, рентгенодельная плазма с резкой границей. Мы светим плазменным импульсом, или кинетским. Этот лазерный импульс заставляет все электроны поделенно двигаться. Поскольку излучение поделенно дарит, все электроны движутся поделенно на поверхности плазмы. И вот в тот самый момент, когда все эти электроны светят, светят, а их импульсы направлены в сторону наблюдателя, наблюдатель видит такие вспышечки, такие импульсы излучения. И поскольку процесс повторяется, с периода лазерного импульса, то видит эти импульсы свет-кармоники в виде гармоник, повторяющийся процесс, это и есть генерация высоких гармоник рентгенетических от поверхности плазмы. Ну, это такая очень качественная картинка, значит, замечательно качественная. Ну, вот как это выглядит в моделировании. Вот это вот плотность электронов, да? Здесь, по этой оси, у нас время течет, сверху вниз она течет, а это, значит, координата в глубину плазмы. Ну, видно, что поверхность плазмы, она как-то колеблется, вот здесь вот электроны поджимаются, световое давление, у нас световое давление при такой амплитуде, это десятки гигабар, десятки гигабар, огромное давление световое, когда у нас плазминпульс линейно поляризован, когда проходит через ноль электропотенциала, плазминная электронная поверхность возвращается назад, то есть здесь в глазах ее вжал, здесь она вернулась назад, она так колеблется. И вот когда она возвращается назад, она излучает 1-секундный гигабар. Вот это просто тоже мы видим в численном моделировании излучения гормона. Ну, вопрос, как это описать аналитически. Понятно, что у нас не один электрон, а очень новый, поэтому надо видеть как-то, как мы проявляем с его. Начинаем мы с лобового уравнения. На электропотенциал у нас есть источник справа. Ищем решение через функцию грейна. Нужно выбрать правильную функцию грейна для одномерного уравнения волнового. Выбираем ее так, что у нас плазма убирается непрозрачная, то есть справа от плазмы ничего не проходит, сильно цикритическая плазма, толстая. Тогда выбираем функцию грейна в таком виде, его до вектор потенциала, как дета-функция. Ну, и если взять электрическую поле, которая есть производная по времени вектор потенциала, то там выбирается вместо дета-функции дельта-функции, поэтому на самом деле возникает только поперечные токи. И есть у нас отраженная волна токи, которая, соответственно, создает отраженную волну, и токи, соответственно, создаются приходящие волны. Мы видим, что здесь зависимость. Время минус х на скорой свет. То есть это волна, которая движется слева направо, а это волна, которая движется справа налево. То есть можно сказать, что слева от плазмы, поперечное поле, есть сумма падающего поля и отраженной волнии. Мы будем рассматривать одномерную задачу, хотя эта одномерная задача позволяет описывать как нормальное падение, то есть перпендикулярное падение на поверхности плазмы, так и наклонное. Вот наклонное падение, подлогу дета, можно свести к нормальному падению за счет преобразования системы координат. То есть мы перейдем к делу Дорганцевской, преобразованию системы координат, которая движется со скоростью синус тета до ноль на скорость света, естественно, нормализованной. То в этой системе отсчета у нас лазерное поле будет падать нормально на поверхность плазмы. А все частицы будут иметь какой-то начальный импульс. Одномерная задача очень интересна тем, что она обладает симметрией. У нас есть сохранение обобщенного импульса по величным направлениям. Да, это приводит к определенной кондерертности. Очень важной кондерертности. Да, то, что мы работаем в одномерной системе. В одномерной системе. Уже, если мы напишем уравнение движения, часть потенциала распишем, да, это статическое поле, это магнитное поле, это х, это координата, внутреплазма, в плазму. Уравнение неприемности и уравнение Пуассона, если мы распишем, то уже это уравнение позволит нам сделать некие выводы о излучении гармоник. Значит, гармоники имеют источник. Источник для гармоник это поперечный ток, и туда входит вектор потенциал. В сущности, если гармоники это некое возмущение, то вектор потенциал в основном определяется лазером, полем. И если мы работаем в системе отчета, которая движется, в лоранцевском преобразовании, то у частиц есть еще начальный импульс П0, который есть постоянно. То есть вот это вот у нас источник. У нас есть плотность плазмы, гамма-фактор частиц, которые возмущаются цветовым давлением или полем. Вектор потенциал имеет лазерную частоту, фундаментальную частоту П0 константа. И вот уже это позволит сделать правила отбора. Такие правила отбора. При нормальном падении мы получаем только нечетные гармоники и поляризация такая же, как поляризация упадающего измечения. Почему? При нормальном падении у нас П0 отсутствует. Вектор потенциал колеблется с фундаментальной частотой а плотность и гамма-фактор частиц, они возмущаются давлением световым. То есть давление светового это поднорматорная сила, это квадрат, вектор потенциалов. То есть они имеют только вторую, четвертую, шестую гармоники возмущения плотности и гамма-фактора. И умножаем еще на фундаментальную частоту, получается у нас из симметрии только нечетные гармоники. Четных гармоников у нас нет вообще. Если у нас есть эсполяризованный лазерный импульс при наклонном падении, эсполяризованный означает, что поле лазерного импульса перпендикулярно плоскости падения и параллельно плоскости плазмы, вот оказывается, что нечетные гармоники имеют тоже эсполяризацию, точно так же, как и для нормального падения. У нас появляются еще п-поляризованные гармоники за счет присутствия вот этого п-нульного, этой константы для наклонного падения. И они будут поляризованы как п-поляризованные на эту реченную гармонику. При п-поляризованном лазерном импульсе, когда электрический вектор поля лежит в плоскости падения, у нас есть и нечетные, и четные гармоники, они только п-поляризованы. Потому что это ноль лежит в плоскости падения, и плотность и гамма-фактор размещаются не только по нормативной силе, но и в поле самим, поскольку поле тоже лежит в плоскости падения и компоненту перпендикулярно на поверхности плазмы. Вот эти вот правила отбора, которые замечательно видны, модерированы и тоже воспринимают. Теперь, для того, чтобы как-то описать вот эту вот сложную, сильно нелинейную картинку, когда у нас базерный импульс, сильно реликтивистский, у нас сложное движение электронов для опротивления волны и все, что больше происходит на поверхности плазмы, оказывается очень полезно ввести граничные условия на поверхности плазмы. И граничные условия, которые мы вводим, это ввести в правильном условии для Актовича. У нас плазма сильно проводящая и бесконечно проводящая, поэтому поле на, тенденциальное поле на границе плазмы просто ровно-блю. Так вот, замечательные граничные условия. но точка, где вот это вот поле ромоновое, она зависит от времени. Она колеблется. Мы называем эту точку X apparent reflection point и AP apparent reflection point. То есть, точка, где наблюдатель видит отражение. Она вот где-то в районе поверхности плазмы и как-то там вместе с ней колеблется. Значит, если мы написали вот такое вот уравнение, то сразу увидим, что у нас поле, естественно, на поверхности плазмы есть падающая волна incident wave и отраженная волна рефлектор wave. Сумма полей равна нулю, то есть отраженная волна есть не что иное, как падающая волна со знакомым минусом. Это означает, что отраженная волна есть не что иное, как фазово-модулированная падающая волна. То есть все коммунты возникают за счет фазовой модуляции. Ну, это некое приближение, естественно, которое мы таком написали. Ну, вот можно посмотреть, как оно хорошо ли выполняется в чечном моделировании. Вот здесь вот приведено, значит, видно, что падает у нас синус замечательный, отражается вот такое вот что-то испокавленное, с резкими скачками, вот эти вот резкие скачки есть фазово-модуляция соответственная за гармоники, но амплитуда отраженной волны приблизительно равна амплитуде падающей волны. То есть амплитуда себе не меняется, это означает, что вот такая формула в принципе работает. Окей. Ну, откуда берется это хроничное условие, если на него посмотреть? На самом деле оно возникает из разглашения по тылу от поперечного тока, то есть если у нас есть ток какой-то на границе плазмы, вот мы его во времени разлагаем в ряд тейлера доли клинного члена, и вот этот вот х, малый параметр, это на самом деле расстояние внутрь вглубь плазмы, холи у нас происходит, ток у нас присутствует где-то в скиновом слое, а при ноле это там время задержки запасного. Ну вот, если посчитать это туда вставить и записать просто наше решение об уравнении волнового, то оказывается, что поле на поверхности есть пропорционально дельта, где дельта это есть скиновый слой, венаймур, на поделитель на Стау, тау это характерное время изменения тока скиновым слоем, ну если все определяется в лазерном импульсах, то это порядка периода лазерной волны, да, да, какой-то поперечный ток. Ну и ясно, что если у нас плазма сильно закритическая, если плотностью большая, то у нее скиновый слой маленький, тонкий, да, и вот скиновый слой много меньше периода лазерной волны, то есть ясно, что если плазма плотная, то конечно, условие должно работать, ну, в условии Леонтовича оно и работает там, естественно. Но с другой стороны, если мы начинаем снижать плотность плазмы, чем меньше плотность плазмы, чем плотность плазмы ближе, критическая, тем хуже работает это условие. Ну вот такие вот такое обоснование для этого условия. Окей, дальше пытаемся найти спектр отраженный, ровный. Как мы сказали, это есть падающая волна с запаздыванием, да, даются запаздывания вот, наблюдаем точки кажущего отражения и спектр, у нас запаздывает время с запаздыванием, отсюда возникает вот эта производная по времени от точки отражения. Да, ну и делаем так, по заводе это вот так, и получаем спектр. Если мы предположим, что падающая волна есть там косинус какой-то, косинус есть сумма двух экспонентов комплекса, отраженная волна будет состоять из суммы двух полей плюс-минус, где каждая из этих полей передается вот таким выражением выпускает соответственно плюс-минус амплитуда нашей падающей волны запаздывания. Вот если взять это быстро расстреливающий интеграл, естественно, да, у нас есть быстро меняющийся аргумент экспоненты, то есть его надо решать методом перевала можно было бы подумать. Точно методом перевала его решить сложно за счет того, что у нас не одна точка будет, где фаза слабо, медленно меняется, а две будет этих точек с плюсом и с минусом. И эти точки еще начнут между собой интерферировать. Поэтому применять метод перевала здесь аккуратно, чрезвычайно сложно. Вот Сережа Галияк его начал как раз применять в 2004 году и получил не совсем правильный спектр. Но оказывается, что этот интеграмм можно точно взять, точно взять, если сделать некоторые предположения, как зависит от времени вот эта точка отражения в районе, когда фаза аргумента меняется слабо. Вот стейшнериконс или точки перевала, они на самом деле, если посмотреть на них, они соответствуют тому времени, когда поверхность плазмы движется в направлении наблюдателя с максимальной скоростью. У нас есть добрый эффект, то есть у нас есть падающая волна, отраженная волна, просто это фазовая, фазово-модулированная падающая волна, здесь зеркало, которое движется к нам навстречу, волна частота у меня повышается по эффекту доплера. А максимальное повышение, естественно, тогда, когда у нас скорость приближается к скорости света. Вот скорость поверхности оказывается, достигает этой скорости света почти плава. по параболе. Да, но если у нас максимум, это парабол. В высшемстве случае, может быть, четвертой степени и так далее, но в основном, это парабол. Это для скорости. А вот если мы посчитаем гамма-фактор, это поверхность, то гамма-фактор есть единица поделить на единицу минус скорость квадрата. То есть, когда скорость квадрата порядка единицы, у нас появляется особенность гамма-фактора. То есть, у него получается спайк. гамма-фактора скорость плавненькая, а гамма-фактор спайковый. И вот длительность этого спайка порядка единица на гамма, ну и на характерное время эволюции, которая является периодом латика, который все это движет. То есть, получается, что у нас гармоники излучаются большие... у них преобразование как гамма в квадрате еще идет за счет эффекта до грана. То есть, вот у нас повышение частоты как гамма-фактор и кроме того, происходит это в очень короткое время как единица на гамма. Это происходит к дополнительному уширению спектра как в зоне там гамма-куб. Если мы вспомним еще синхронное излучение, то синхронное излучение тоже скамеруется как гамма в кубе. То есть, это есть ничто иное как наш замечательный синхронное излучение. Какой коллективный от порядка в порядке. В общем случае там максимум он может быть не фраморическим а 2-го, 4-го, 6-го и так далее. То есть, можно ввести порядок этого максимума, какого, какой-либо захотите. И можно там подставить соответствующую парамбу какого-то порядка вот в то выражение для ожженного поля и проинтегрировать. И при интегрировании получается функция ERI, обобщенная функция ERI, если мы ее посчитаем. И вот такой у нас получается спектр этого короткого импульса, который получается через функцию ERI этой большой-большой скобки, которая на самом деле есть константа при небольших омегах, константа. Вот в примере ERI есть еще стоит такой вот степенной фактор N это номер порядок максимума скорости. Если ERI поставить единичку, то мы получим 8 третий здесь степенной спектр, такой вот универсальный спектр, 2N это порядок максимума, а функция ERI обобщенная она говорит нам где этот степенной спектр будет экспоненциально обрезан. В функции ERI когда-то начинает запухать экспоненциально. Вот ее аргумент говорит, где наступает запухать обрез на кредо спектра. Вот вот здесь приведены примеры этих аналитических спектров в зависимости от порядка максимума для параболы для четвертой степени до десятой степени полетом до двадцатой степени полетом вот так они начинают выглядеть. Но в основном нас будет интересовать конечно основной случай когда максимум имеет параболическую форму и вот этот вот результат был опубликован в 2006 году Теодора Ваева придумала как там проинтегрировать с помощью этих реальных функций чисто технически было не так просто это сделать придумала и вот этот так называемый универсальный спектр универсальный потому что мы взяли и движение точки отражения просто заменили параболой универсальный максимум это парабола степенной сначала степенной идет как n-8 третий затухает прямо от фундаментальной чистоты там с самого нуля и когда-то начинается экспоненциальное обрезание причем оно такое плавное обрезание оно не резкое экспонент шелок-прового который происходит на 4 гамма в кубе гамма это гамма универсальный такой универсальный спектр и вот этот универсальный спектр виден здесь в численном моделировании действительно такой степенной то есть это двойной батареи по осям прямая линия это 8 третьих спектр и вопрос как выглядят эти гармонити нормальные во времени в ряду времени как они приходят наблюдать чтобы их увидеть надо на самом деле взять и отрезать все низкие гармонити поскольку низкие гармонити несут основную энергию и мастеруют атмосекундные импульсы то есть их отгросить и оставить вот то что здесь покрашено то мы увидим что отраженный сигнал на самом деле представляетесь вот такие вот замечательные всплески зептосекундные зептосекундные импульсы по два раза за лазерный период здесь у нас использовалось нормальное падение лазерного луча то есть поверхность двигалась по нормативной силе которой есть квадрат амплитуды квадрат лазерного поля и сила обращается в ноль дважды вектор потенциала обращается в ноль дважды за лазерный период в этот момент как раз поверхность отскативает назад до наблюдателя когда вектор потенциала равен и в этот момент излучаются вот эти вот вспышки рентгена вероятные вспышки рентгена которые мы видим можно оценить какого будет длительность вот такого атосекундного импульса она скаляется как единица на гамма в пубе гамма соответственно скаляется как амплитуда лазерного поля ну и можно видеть что когда амплитуда порядка десятки длительность атосекундного импульса становится одна тысячная от периода лазера то есть порядка нескольких атосекунд единица атосекунд ну если чуть-чуть увеличить получите уже с атосекунд значит атосекунд это характерное время обращения электрона на бургской орбите поэтому когда мы говорим об атосекундном то применение это конечно движение электронов в атоме в молекуле когда мы начинаем говорить про септосекунды то это либо какие-то уже электроны на очень глубоких орбитах либо это уже что-то внутриядерное должно быть чтобы стало интересным применением так ну здесь вот эксперимент тоже 2006 года бублик тоже на nature эксперимент был сделан на вулкане в резервкорде вулкан это битоватный лазер у них была влитуда порядка 40 что ли у этого лазера в эксперименте 70 джо у них там энергия и они померили спектр они видели излучение гармоник вот эта вот так сказать сырая картинка просто замечательный спектр гармоник направленное излучение по меткости вулкан идет и померили его спектр весь спектр перекрытия одним спинтром это практически нереально это у нас там от электронов вольт до кило электрон вольт такой спектрометр найти экспериментами невозможно поэтому у них было три спектрометра которые надо было откалибровать относительно сложная экспериментами процедура и они увидели замечательный такой степенной спектр с показателем порядка минус два с половиной у нас показатель минус восемь третий который минус два шесть 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 период дает что очень близко наблюдаемого в эксперименте в этом выстреле они видели там номер гармоники порядка восьмисот позже они повторяли еще эксперимент с большей энергией и вот здесь они видели там до почти четырех килл электрон вольт то есть там три гармоники с номерами три тысячи или больше и вот эта вот линия при ревизе она дается степенной спектр минус два пятьдесят пять как бы лучше от движения к этому спектру то есть можно сказать что спектр степенной наблюдается в эксперименте совершенно замечательно кроме того они поверили как далеко степенной спектр идет где приблизительно начинается экспоненциальное обрезание то есть когда они перестают видеть гармоники у них были эксперименты еще в 96-го года которые к этому принадлежали его в 2006-го года ну и видно что обрезание скалируется действительно габа в кубе где габа там просто была в пропорциональном амплитуде их плазменного импульса и явно быстрее скалируется чем простой эффект доплера который бы давал 4 гамма в квадрате это действительно такой синхронный скевик как гамма в кубе ну мы называем этот спектр 8-8 3-х универсальным потому что он возникает из универсального приближения движения поверхности параболы но вопрос как насколько он универсальный здесь несколько примеров два примера вот это вот случай когда у нас он универсальный настолько насколько универсально ограниченные условия то что на поверхности плазма поле равно нулю то что отраженная волна есть фазово-модулированная падающая волна вот это вот случай когда это условие замечательно выполнено видно что у нас отраженная волна есть что-то фазово-модулированное от падающей волны а вот есть случай когда приближение вот этого гранического условия нарушается драматическим образом вот отраженный сигнал это синяя линия амплитуда в 10 раз на порядке больше чем амплитуды падающей волны ясно что ни о каком этом граничном условии речи быть не может только что что-то другое происходит новый эффект какой-то появляется разница в том что во-первых здесь было наклонное падение во-вторых у нас был градиент плотности да при градиенте плотности волна всегда отражается от примерно от градиотической поверхности ясно что при градиотической плотности там вот это разложение по тейлу потом нарушается здесь что-то другой новый эффект когда отраженная волна имеет амплитуду много больше падающей и вот как мы здесь видим вот этот вот антисекундный импульс безо всякого фимпша здесь просто то что отразилось здесь вот один единственный мощный антисекундный импульс мы стреляем с амплитудой 60 а у отраженного сигнала амплитуда там 400 амплитуду 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 это сумасшедшее увеличение высоте гармоники их роль выше чем роль низкой гармоники то есть эффект должен быть более по логике что-то есть в частном гармонике амплитуду что приводит к этому эффекту оказывается что это так я не знаю вот можно покликать немножко по этой вот здесь просто медленно показывать вот это вот плотность плазмы сначала она имела такой экспедиционный профиль вот теперь значит у нас пришел лазерный импульс он начинает сжимать эту плазму еще раз прикольно то есть вот кратерный масштаб экспонента это одна десятая или меньше чем она двадцатая длины волны а здесь размер его порядка там нескольких нанометров 10 величинности нанометров ширина вот эта пичка плотности на нанобанча и его плотность максимальная это порядка 10 тысяч критических плотностей то есть вот здесь вот эта плотность у нас твердого тела а здесь его еще на порядок выше этого нанобанча то есть у нас получается есть какой-то нанослой электронов очень плотный который излучает да такой виз можно описать любое излучение то есть у нас получается синхронное излучение не точечной частицы а такого вот бесконечного плоского слоя электронов это достаточно легко то есть написать то есть у нас есть ток заправленного излучения мы говорим что он имеет постоянную плотность у него есть дельта-функция и его координаты как-то зависят от времени вот и можно посчитать его спектр опять же через обобщенную функцию электронов и зависит от того какую там какого порядка максимум его скорости получается либо функция или у нас производная или у нас выражается через ласточкил хвост это тоже производная от функции swallow tail function и тоже степенной спектр в этом случае минус 6 ну и если сравнить аналитику с числым экспериментом вот такая штриховая линия это аналитика а синие это соответственно число моделирование видно что они между собой совпадают и обрезание в данном случае спектра дается не гамма-фактором вот этого вот слоя а его шириной да то есть при более мелких длинных просто вина волны начинаем меньше чем толщина слоя соответственно уже перестает пределетно излучать и в районе сотой гармонити у нас есть увеличение яркости на два порядка таким образом у нас есть два режима реликимистских реликимистских это вот этот вот слой минус восемь третий с первым когда у нас есть резкая граница плазма и есть такое определенное синтрохронное излучение нано-банчериконов который дает более фаллогистые вот они их можно сравнить численно излучение в случае когда поверхность плазмы является резкой а здесь образуется нано-банч электронов образуется за счет того что сложно сказать точно из-за чего но видимо исчезает в этот момент у нас происходит излучение так ну еще может быть пару минут о полализации вакуума ну это любительского уровня естественно вакуума но что интересно вот пределетная фокусировка гармонии это была опубликована тоже в 2005 году возможно что с помощью вот этой вот самой гармонии можно достичь интенсивности порядка что такое полализация вакуума мы знаем что вакуум не совсем такой пустой а на самом деле там всегда возникает виртуальная пара на компоновской линии волны которые возникают исчезают и что если приложить поле которое имеет большую анкету так что его работа на компоновской линии волны порядка 2х вакуума 2х вакуума квадратных сантиметров понятно что это не интенсивность играет роль а реликвидические варианты эти реликвидические варианты можно сделать большими интенсивность но эта интенсивность большая когда у нас становится неэкспоненциально малым чтобы достигнуть этой интенсивности значительной степени раньше меньше интенсивности за счет большого фокального объема интересуемся именно этой интенсивностью и посчитаем какова нам нужна энергия плазере если мы возьмем длину волны один микрон и в нее сфокусирован в один микрон кубический плазер то получится энергия из 64 мега джилла что огромная энергия но значит энергия это есть интенсивность на объем по кармине то есть на ганда в кубе и если взять длину волны маленькую то энергия нужна будет маленькая чтобы достичь интенсивность лабораторной системе счета поэтому можно фокусировать не лазер а гармоник гармоник у них длина волны короткая можно достичь паренького объема фокуса ну и можно посчитать простые вычисления если мы возьмем идеальную параболу от нее отразим значит базерные импульсы создание при этом гармоники и гармоники будут иметь степенной спектр с какой-то критической с каким-то критическим номером гармоники то вот поле квадрат поле в фокусе на квадрат падающей волны они вот так вот выражаются через номер гармоники через вот эту экспонент степенов спектра и критический номер гармоники и видно что интенсивность в фокусе возрастает тогда показатель степенного спектра меньше 4 а у нас минус 8 3 у нас меньше то есть мы можем фокусировать гармоники в принципе и интенсивность в фокусе будет выше чем интенсивность в фокусе а ну-ка если мы начнем фокусировать они будут сходящиеся в форму это очень существенно плоская волна никакого радионимарта не будет правильно, да то есть она будет фокусировать у нас будут сходиться в фокус то есть реалитивистский вариант важны реалитивистские варианты это мы знаем то есть реалитивистый вариант будет не нулевым ну в зависимости от того под каким углом вы сфокусируете и там возникнет геометрический фактор. То есть, если плоская волна, то это толь, а если с полосами, то там все. То есть, как фокусировать полность на геометрическом факторе? Вот. Значит, идея такая, что есть у нас плазменная поверхность, какая-то там погнутая, мы стреляем нашим замечательным лазером, возникает наш гармонитель, и за счет того, что у нас поверхность, от которой они генерятся лопнутые, они сфокусируются все в одной точке. Вот это генеральный фокус, то есть все гармонити, у них фазы связаны между собой, фиксированные связаны, фазы. И здесь их поля сфокусируются конструктивно, не только в поле одной гармонити, но в поле гармонит всех между собой. вот это вот чистое моделирование было трехмерное, здесь вот просто линейный фокус лазера, а когда мы загенерировали гармоники, когда подняли этот сфокус, вот у нас есть такой вот большой вот печок, в симгулярности. Где поля у вас? Электрическая поля или магнитная? Здесь у нас фантазия, здесь есть квадрат, сумма квадрата полей, это не амортический вариант, это сумма квадрата полей, которая здесь происходит. Это не глифическая поля, это он с равномагнитной, или глиф. Я не подниму, пошли у него. Я не подниму, оно не точно. Локая волна любой, любого спектрального состава, любой интенсивный, пара вакууминеральных. Правильно. Совершенно согласен. Вот. Но за счет того, что у нас здесь волна спокусирована, сильно спокусирована, то есть с большим углом, магнитный курс не равно электрическому. Поэтому не нулевой, так сказать, вариант. Ну, что есть, то есть. Может быть, два надо будет столкнуть. В связи с частотой отраженной гармоники не зависит от нула поддельника. Поскольку кривая поверхность... Значит, да. Как здесь было сделано? Сначала мы сфокусировали лазер в этот фокус. Да? То есть он здесь сам сфокусировался. Потом он пошел назад на вот эту вот плазменную поверхность. И плазменную поверхность была сделана так, что она точно соответствовала фазовым поверхностям лазера. То есть это сложно сделать экспериментально. Очень сложно. Вот чисто это было тоже не просто. Поэтому спектр был везде одинаковый и было все хорошо. Так. Вот если такую идеальную картинку представить себе, то вот здесь вот интенсивность падающей волны, здесь интенсивность в фокусе. Ну и вот она говорит, что в принципе, если все хорошо, если мы сделали замечательную поверхность и точно попали фазовой поверхностью лазером по этой поверхности. Она точно гладкая. Да? Замечательная. Вот при интенсивности падающего поля 10-22-й, у нас швейдеровское поле в принципе достигается в фокусе. Но это, так сказать, в лабораторной системе отсчета вопрос там, как будут генериться пары, будут ли они генериться, я тоже следующий вопрос. Может быть, их с чем-то надо будет сталкивать там. Ну, вот такое есть усиление интенсивности в фокусе. Так, ну и, по-моему, время вышло. Значит, высотие гармоники от твердых поверхностей могут стать очень ярким источником кандерьяновского, ближнего и жесткого кандерьяновского излучения. Значит, спектр является степенным законом, степенной спектром, у нас степен с определенным экспоненциальным обрезанием. И экспонент спектра, то есть показатель спектра, минус 8-3 для обычного BGP-спектра. И он может быть сделан более полоним для случая, когда у нас начинается данная гоночировка электродов. Ну и, значит, интенсивности вплоть до швейдеровского предела могут быть достигнуты с помощью определенных вкусировки. Ну вот, все решилось. Спасибо. Можно вопрос? В диапазоне частот все-таки справедливо модель, когда плазма заменяется на, по сути, идеально проводим, бесконечные толки, низк идеального проводника. Я почему задаю вопрос? Вы говорили преимущественно здесь о все-таки высоких частотах, да, там, о регионском диапазоне. Однако в работах на того же липанса они используют то же самое абсолютно модель и для трагерцев в том числе. Но, не знаю, у меня такие большие сомнения, что вот такая простая замена плазмам идеальным проводником, она справедлива везде, от рентгенов до сантиметров. Значит, у нас есть две модели. Одна модель это... Вот эта вот замечательная модель, да, когда у нас есть там, нано-банч, нано-банч вот этих вот частиц. Вот здесь... А когда дельта-функция? Да? И видно, что спектр, он на самом деле идет так куда-то там, далеко, да, который, на самом деле, получается, если бы мы взяли дельта-функцию. А вот, в численном моделировании оно прорезается, на самом деле, раньше. В момент на раньше. И вот это вот обрезание, оно обусловлено тем, что нано-банч, он конечный. Да? То есть, ясно, что туда надо полить еще геометрический фактор. Но, Даниэль, который, так сказать, аналитически, на нем работал, он это просто описал, как гауссовский, с точки. И, понятно, что, когда вина волны становится там, меньше, чем два кипа делить, наверное, на это самое, так сказать, разметом, может набрать. Ну все, определенность теряется, становится непределенность. Вот это вот приводит к такому обрезанию. Это одна модель. А другая модель, которая в универсальном спектре, там, значит, у нас есть поверхность плазмы. Да? да? И, вот, там есть точка, условно, точка, где у нас поле разнувляется. И эта точка, она фиктивная. На самом деле, поле не разнувляется нигде. Это поле, так называемое, продолженное. То есть, у нас поле вакуум, И мы его, и поле вакууме падающей волны, и поле вакууме отраженного. И вот эти две волны, мы там продолжаем внутреплазму. Внутреплазму, конечно же, другое там уходит. Мы продолжаем внутреплазму и совмещаем это. И вот в какой-то точке они совмещаются вновь. Да? И вот это вот и есть точка условного отражения. Вот, удивительным образом эта модель работает замечательно, даже когда поверхность плазмы, она не совсем резкая. Да? То есть, когда не резкость границы плазмы, много больше длины волны, вся не менее отражена. Тем не менее, эта модель работает. Заверка? Работает. Заверка? Еще вопросы? Не не будешь. То есть, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...